Редактор субтитров А.Семкин Мир против нашей свадьбы. Мне плевать. Как решили, так и сделаем. Все у нас будет хорошо. И дом построим, и еще, глядишь, детишек нарожаем. Ну, детей у меня не будет. Я врачам верю. А я тебя за границу отвезу. Там знаешь, какие специалисты? Паш, слушай, давай отменим, а? Ну, вот у меня предчувствие, что случится что-то нехорошее. Нет. Я тебя 20 лет ждал. Теперь не отпущу. Знаешь, где, кстати, я сейчас иду? Где 20 лет назад я тебе впервые в любви признался. Помнишь? Паша! Быков! Паша! 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Еще раз, когда-нибудь в этой жизни поедем к твоим родственникам, а в частности к дяде и тете, пожалуйста, предупреди меня, чтобы я не ел. Дя-три. Серьезно. Ну, они все равно думают, что ты у нас худенький. Я худенький. Я оттуда выкатился, как колобок. Блин, килограмм двести. Ой, Боже мой. Ну, они думают, что я тебя плохо кормлюсь, плохо убираюсь, плохо полы на порожке подметаю, все плохо делаю. Не, Ань, как жена, ты идеальная. А вот у родственнички твои, ты меня прости, конечно. Ну, блин, у них из развлечений осталось только одно – еда. Фу. Это не извиняюсь, это точно так. Мы тоже, да, когда-нибудь с тобой такими будем, Сереж? Нет. Такой стать я тебе не позволю. Я тебе просто обнять не смогу. Серьезно. Ну, смотри, они вот неинтересно живут. Да и мы особо неинтересно живем. Рутина. Работа, дом, работа, дом и все. Ну, нет, почему? Смотри. У меня этот телефон иногда звонит. Вон, кто тут? О, Леонидов выехал на убийство. А Саша сейчас его дома ждет. У них же совсем другая ситуация. Они не женаты. Их эта рутина не накрыла еще. А нас накрыла. Вот сорвались бы мы с тобой сегодня, уехали бы прямо до воскресенья куда-нибудь. Надо было бы приключения. Зачем нам куда-то сорваться? Ну, чтобы пятницу, субботу, воскресенье провести. Где-нибудь не обязательно уезжать. Так, так, молодой человек. Чего? Держите себя в руках. Не могу. Ладно. Так, из доступных пятница вечер, что он состоит, что можно... Ты же и рыбу любишь? А что ты хочешь? Достанька мою старую куртку. Да, Любовь Константиновна. Александра Викторовна, тут такое интересное дело. Я выхожу после кружка, а на крыльце мужчина ищет вас. Зачем? Ну, он говорит, что это как-то связано с вашим происхождением. Поговорите с ним, ладно? Ну, хорошо, давайте. Будьте любезны, Александра Викторовна. Александра, я Георгий Иванович Завьялов. Завьялов? Родственник? Это долгие разговоры. Надо встретиться и желательно сегодня. А зачем такая спешка? Я возвращаюсь завтра в Петербург. Боюсь вас не застать. Слушайте, давайте так, я все равно собираюсь в центр. Вы мне сейчас скажете свой номер телефона, а я вам на него пришлю адрес кафе. И там и встретимся. Дойдет? Да, пожалуйста. Машину в Розовск объявляли? Да, машину угнали два часа назад. Владелец уже заявил. Сейчас ищем по камерам видеонаблюдения. Вот, владелец. Ну, чего? Что мы знаем о нем, кроме того, что он инженер? Приличной судимости нет. Недавно вернулся из Турции, запускал там завод по переработке пластика. Слушай, ну, он вообще крутой спец, весь мир объездил. Крутой спец? А семья здесь есть? А вот тут самое интересное. Женат никогда не был, но есть дочь Мария. 18 лет. Быков признал ее по суду два года назад. И она переехала с Урала к Быкову. Извала его фамилию. То есть, в следующий наследствах жила без отца? Ну да. А сейчас единственная наследница. По малолетке проходила как соучастница в угоне машины. Ее дружки взяли чужую тачку покататься. Паша! Так, ну. Стоп, 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 стоп. Тихо, успокойся, девушка, успокойся, секундочку. Следователь Леонидов. Я невеста. Георгий Иванович? Александра, Саша. Открылась бездна звезд полна. Звездам числа нет, бездне дна. Знаете, кто это написал? Разумеется. Михаил Васильевич Ломоносов. А вы знаете, что великий Михаил Ломоносов в 1753 году отправил простого крестьянского мальчика Степку Завьялова учиться астрономии в Петербург. Что вы простите? Сашенька, позвольте угостить чаем, самыми вкусными пирожными и историей вашего происхождения полного звезд. Прошу. Надо было отменять свадьбу. Почему? Просто предчувствия. Ладно, с этим разберемся. Скажите, пожалуйста, вы знаете, где сейчас может быть Маша, дочь Быкова? Да, она теперь живет с молодым человеком. Адрес знаете? Надо же ей позвонить. Нет, 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 не надо. Адрес знаете? Ну, визуально помню, мы с Пашей ездили, он хотел посмотреть, как она устроилась. Понятно. Отцовская инспекция Буфрендам. Ну, что, покажете адрес? Садитесь в машину. Вот. Труд всей моей жизни. Все мы потомки того Степки Завьялова. А вы мне, Сашенька, троюродная племянница со стороны вашей бабушки по отцовской линии. Но все-таки странно, что я вас раньше никогда не знала. Понимаете, Сашенька, я очень много в жизни работал. Я обеспеченный человек, можно сказать, даже богатый. Но семьи у меня нет. И когда я вышел на пенсию, и не мог уже работать по состоянию здоровья, я занялся своими корнями. Скажите, а вы общались с моим отцом? Да. 20 лет назад. Тогда не было технологий, как сегодня, и мы не смогли доказать родство с вашим папой. А я очень уважаю точность. Плюньте, пожалуйста, в пробирку. Простите. Мне нужен ваш образец ДНК. Георгий Иванович, простите. Это немножко перебор. Мне надо подумать. Ну, я не могу ждать. Извините. Александра, подождите. Не волнуйтесь. За ДНК-анализа я заплачу. Георгий Иванович, дело не в деньгах. Вам не кажется, что все это немного странно? Я хочу лишь доказать родство. И что? Что потом? Вы говорите, вы знали моих родителей, а где вы были? Где вы были, когда я их хоронила? В больнице. Георгий Иванович, поймите, я вам не отказываю. Я просто прошу время подумать. Я вам позвоню. Сама. Хорошо? Думаете, я мошенник? А вы? Вы носите фамилию человека, который убил ваших родителей. С какой стати? С какой стати вы собираете обо мне информацию? Да ничего я не собирал. Об убийстве ваших родителей писали в газетах. А приехать в школу и сложить два и два элементарно. Я вам не верю. Вы меня очень разочаровали. Что? Да кто вы такой? Кто вы такой, чтобы говорить мне такие вещи? вот этот дом. Второй этаж. Угу. Что-нибудь знаете о работе буква? Конфликты какие-то были? Да нет, он наоборот всегда разрешал споры. Угу. А вон Маша. Ага, Маргарита. Я сам поговорю. Здрасте. Быкова Мария Павловна? Здравствуйте, да. Следователь Леонид. Вашего оса сбил машину. Как это? В какой он больнице? К сожалению, он погиб. Зачем вы ее сюда притащили-то? Я не хочу ее видеть. Мария Павловна! Одну секундочку. Маргарита, давай. Мария Павловна! Маша! Маша, постойте. Маргарита просто помогла мне вас найти. Маша. Спокойтесь, спокойтесь. Ничего не знаю, я Маргарита, правда. Да если бы не она, у меня был бы отец. У меня было бы детство. У меня бы мама, 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 если бы меня полюбили, она меня украла, и мама, понимаете? Что значит украла? Она приехала к нам в город, строить заботу дала моя мама. Она тоже там работала. и когда она забеременела, он отказался жениться на моей маме. Потому что, потому что сказал, что любит рукой. Даже не скрывал кого. Маргариту? Маргарита, присядьте. Да. Маргарита, просто дал моей маме денег на аборт. И уехал. И все эти годы он ничего у вас не знал. Мама обиделась. И не сказала ему о том, что я родилась. А потом у мамы появился муж, и все, я ей надоела, и она отправила меня к отцу в Калининград. А с отцом у вас были хорошие отношения? Он был очень добрый, отзывчивый. Я всегда могла ему позвонить. Маш, я задаю вам еще один вопрос. Где вы были два часа назад? В бассейне. А что, есть какие-то подозрения? Нет. Так, формально. Какое-то приключение у нас с тобой скучноватое. И рыбка не клюет. Ай. Ну, зато мы с тобой вдвоем. Ну, а что ты тут сейчас думаешь, там Леонидов до утра его не отпустит, он там на расследовании сидит. А мы с тобой на природе, тут благодать. А как ты думаешь, они с Александрой поженятся? Да погоди ты. Ну, что ты торопишь, что они только начали встречаться? Ну, что? Ну, не, я думаю, конечно, Леха за. Но, скорее всего, боится. А чего боится-то? Ну, что-что, ну, ситуация такая. Ты же понимаешь, у Александра родителей убили. Нехороший примет. Ну, да. Вообще не понимаю, как она это выдерживает. Ну, да. Ну, они классные. Вот были бы они всегда вместе, мы бы вот на рыбалку их звали. Ну, а в чем проблема пригласить-то? Папа, папа, Анька, клюет, клюет. Не жду к нему, так. Сейчас, сейчас, что, 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 ты что, там сама поймай, наверное. Давай, давай, гони, 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 гони. Сорвался. Кто? Конь морской, что, не видно, что ли? Цыгане тут еще прикипают, кони купали. Вот я поймал. Сереж, ну, поехали уж домой. Хватит мне с меня этих приключений. Хочу тебе. Хороший символ Сорвался в жизни. Понимаешь? Ну, почему бы и нет? Опять же, я гидал бы, что показать. Похвастаться. А ты завтра будешь на работе, а я буду одна ждать тебя. Ой-ой-ой-ой. Реально, Вадим, на что ты намекала? Ну, вот это да я, наверное, завтра в голову возьму. Я тебя очень-очень люблю. Я тебя очень-очень люблю. Простите, у вас индексная зажигалка? Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. Спасибо. . Спасибо. Спасибо. Давай. 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 Спасибо. Спасибо. Аня. Пожалуйста. Будь аккуратна. Санечка. Я тебя очень прошу. А чем зарабатывается, Марина? Ну, вы же в курсе? Ну, недаром вы так его боитесь, ну… Без комментариев. Ясно. Но Марго все-таки красивая женщина. Скажите, ну а что было бы, если вдруг она согласилась выйти за вас замуж? Да ничего бы не было. Да и не согласилась бы она никогда, я уж сейчас это понимаю. Ну, знаете, рядом с ней чувствуешь себя каким-то особенным, что ли? Она вот просто слушает тебя, а ощущение такое, что ты уже все можешь. В ней какая-то магия. Она как богиня, что ли? Ваша богиня утверждает, что убил Рощину. Я ей не верю, а вы? Не может быть. Никогда не поверю. А кого она боится? Может, Самарина, как и вы? Иван, помогите Марго. Расскажите, Самарин, чем он занимается? Да, это я. Никого? Да, спасибо большое. Георгий Иванович совсем один. У него ни жены, ни детей, ни братьев, ни сестер, никого. Молодой человек. Нет, нет. Можно лучше человеку? Я знаю только одно. Аня, человека в беде мы бросить не можем. В общем, Олег занимается нелегальным тотализатором на фехтовальщиках. Он лично организует подпольные бои, дуэли. Ну, это как бои без правил. Только у них там оружие настоящее, боевое, до первой крови. Но все это дело идет в интернет. И там уже всякие богатые иностранцы делают ставки на бойцов. Ну, или, как Самарин выражается, на мясо. А где это все проходит? В разных странах. По всему миру. А у нас это где? В нашем театре, по ночам. Я признаюсь, тоже хотел денег подзаработать. Ну и… Файтер номер 36 « team mix has won» «The duel is over» «the duel is over» Это что ж значит – тебе удалось убедить администрацию, что здесь по вечерам репетируют студенческая труппа? Убеждение Ваня – это крепкая финансовая основа, ну, и ипотечный долг у сторожа. Понятно. Ну, а если поймают? Нет. Я транслирую все в Дартнете. Клиенты тоже неотслеживаемые. Нас невозможно вычислить. Ну, ты как-то в деле? Знаешь, я бы то, что с удовольствием подлатал свою финансовую основу. И знаете, что он сказал? Что я должен проиграть бой. О, это как этот. Договорной матч. Ага. Только все пошло не так. Да! Верну в ремисс! Я тебе что говорил? Не по лицу! Не по лицу! Я себе говорил поддаться. Из-за тебя, мой клиент, кучу бабла потерял. В общем, он ничего мне не заплатил. Хотя должен был тысячу долларов. Странно. Он вас избил. А на съемках документального фильма вы с ним даже очень были любезны. Ну, я же актер. Могу что-то сыграть. Да и он предупредил меня. Сказал, что если кому-нибудь расскажу, он меня убьет. Особенно, если скажу Маргу. Скажите, а как вы думаете, Варушин знал о подпольных боях? Понятия не имею. Ну, что? Я тогда в театр потрясу этого сторожа. Может, он что-то знает про Самарина-то, про этих фехтовальщиков. Ой, господи, стоп! Чего ты суетишь, а? Ну, чего ты суетишь? Тотализатор мы прикроем. Всех оформим. Все. Ну? Что с Самарином делать? Вот что вопрос. Именно тут надо думать. А что думать? Ты думаешь, он был белый, пушистый, что ли? Или что? Не знаю. Алексей Алексеевич, тут все созвоны Самарина за полгода и паспортные данные абонентов. Вы просили. Хорошо. Спасибо. Предумаешь, мы с тобой хватаемся за очевидные вещи? Объясняю. Я сегодня принял родственника Саши за афериста. Прикинь? Ну? Оказался нормальным дядькой. Ну, старичок, очень даже приличный. Ну, и что, ты думаешь, что он не монстр, а просто так? Мальчик-то по бегушках у Маргариты, что ли? Не знаю. Надо разбираться. А вы знаете, на генеалогическом древе Завьяловых вы моя самая близкая родственница. Георгий Иванович, простите, я ничего об этом не знаю. Я, если честно, никогда не интересовалась своими корнями. А зря. Мы Завьяловы интересны. Вроде тихие, не выскочки. А работу свою делаем хорошо, за что и ценят. А вот только с личной жизнью не везет. Простите, это я о себе говорил, старый дурак. Я не хотел вам напомнить о вашей трагедии. Да ничего. Все правильно сказали. Я давно хотела сменить фамилию. До того ли вам было, милая моя? Ведь это такая морока, все документы менять. Не хочу, чтобы меня еще что-то связывало с бывшим мужем. А у нас с вами ведь завязалась ниточка. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok О! О! Серега, прикинь, месяц назад самарин звонил Лапицкому. Артему. Лё! Прикинь? Лё! А, что? Прикинь, месяц… Я понял. Ты имеешь в виду Артема Лапицкого, который брат из Краснодара, что ли? Да. Ну и что? Ну, вот странность в чем. Смотри. Звонок… Звонок был 47 секунд. И чего? А мне вот интересно, что за 47 секунд можно сказать? Брррр… Алло, привет! Днем рожденье! М-м-м… День рождения, день рождения. Сейчас. По-моему, у него день рождения. Сейчас, секундочку, секундочку. Вот. Через полгода. Не-а. Нет. Алло, привет! Займите денег до дня рождения! Я обязательно как штык верду! М-м-м… А что у нас есть вообще на этого Артема Лапицкого? А что у нас есть на Артема Лапицкого? Сейчас посмотрим. Артем… Лапицкий… Так, 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 так… Он фехтовальщик… И как раз победил в этот день. Алло, привет! Это твой дядюшка Олег Собарин! Я знаю, что ты и выиграл! С победой тебя, дружище! Смотрелся просто молодцом! Ну, да. И хочешь заработать денег в реальном бою. То есть, ты думаешь, он втянул брата Маргариты в свои дела? М-м-м… Знаешь, что нужно узнать? Когда Артем Лапицкий последний раз был в Калининграде? Есть! О! У него зазвонил телефон! Кто говорит? Слово… Правильно! Да, Санечка? Он ушел! Ну, обещал вернуться! А он бебать! Ну, кто? Кто? Бегемот-от! Леш, все! Я решила забрать Георгия Ивановича из больницы на пару дней к нам. Да, к нам! Скажи мне, что ты не против? Санечка, ну, ты же еще вчера о нем ничего не знала. Да, ты прав. Ну, черт, ты понимаешь, я не знаю, как тебе это объяснить. Я вдруг почувствовала, что он мне родной человек. Нет, это не сочувствие, это не жалость к одинокому чудаку. Это что-то большее, понимаешь? Возможно, это чувство родства. Да, Санечка, я полностью доверяю твоим ощущениям. Спасибо. Спасибо. Давай, пока. Барабанная дорога. Внимание на доску. У нас новый персонаж. Артем Лопитский. Прилетел в Калининград и обратных билетов пока еще не брал. Опачки. Это не самое главное. Самое главное, что месяц назад, когда состоялся телефонный разговор с Самариным, он берет билет и летит по туристической визе во Францию. И в то же самое время туда вылетает сам Самарин. В Париж. Ну, я думаю, что Самарин там проводил эти подпольные бои фехтовальщиков. Бинго. Для тотализатора, да. А Артем Лопитский был фехтовальщиком. Угу. А через некоторое время он сделал предложение выйти замуж Маргарите Лопитской. И показал фотографии вот этой вот виллы, которую он хотел купить во Франции. Так, и что из этого следует? Следует то, что, на первый взгляд, чужие люди не такие уж и чужие друг к другу. И эта связь толкает их на безрассудные поступки. Вот. Ну, в смысле? Объясняю. Смотри. Вот жила семья в Калининграде. У них была просторная квартира, машина и дочка 17 лет. Как? А потом все вот так вот переворачивается с ног на голову. И они переезжают в Краснодар. А потом у них рождается сын. Ну, и что здесь такого-то? Им еще пятидесяти нет. Ну, такое иногда бывает. Нам надо выяснить, где в это время была Маргарита Лопитская. Узнать. Не знаю. Может быть, соседи, родственники. Да кто угодно, чтобы ее видели. А самое главное, мать ее. Видели? Леш, вот сейчас, честно тебе скажу. Темный лес. Давай расшифровай. Не понял, да? Нет. Артем Лопитский. Это не брат. А кто? Сестра, что ли? Сын Маргариты Лопитской. Ах ты, пена монтажная. Вот. Игорь Борисович, надо отпускать Лопитскую под подписку о невыезде. Ну, уж нет. У нас есть ее признательные показания. В ИВС она абсолютно нам бесполезна. Мы установим за ней наблюдение, и она выведет нас в настоящую убийцу. Ладно. Но только по твоей ответственности. Хорошо. Вот сам за ней и присматривай. Хорошо. Спасибо. Алексей Алексеевич. Ты, как всегда, был прав. Так. Я связался с краснодарскими коллегами. Они нашли архивное дело. 22 года назад мать Маргариты Лопитской попала в аварию под Краснодаром. Не, она была беременна тогда? Самое интересное, что ни в протоколе, ни в медицинском свидетельстве нет ни слова ее беременности. Хотя на тот момент, получается, она должна была быть на седьмом месте. Блин, ну это уже видно. Вот. Вот оно. Получается, беременная была не мать, а сама Маргарита Лопитская. Ну, все как ты и говорил. Ну, чего? Осталось выяснить, кто отец Артем. Ну, Олег Самарин. Не факт. Не знаю, не знаю. Но скоро мы это узнаем, красавчик. Пожалуйста. Вы свободны. Подождите, я же убийца. Вы знаете, я не понимал, почему вы 20 лет терпели такое скотское отношение от Рощина. А потом понял. Артем его сын. Нет. Ну, как нет? Я же вижу. По вашей реакции я вижу, что я прав. Очень вам сочувствую. Очень. Но так вы ему не поможете. Все. Подождите, Артем мой брат. Послушайте, мы поговорили уже на эту тему. Допустим, я не прав. Вы у Самарина помощь просили? Да мне некого было больше просить. Значит, Самарин отец Артема. Алло. Да, Серег. Ну что? Пацаны пробили все транзакции Артема Лапицкого. Месяц назад ему поступила сумма с анонимного электронного кошелька. И сумма равняется ровно той, которая должен был Емелин получить за нелегальные паи. Ты был прав. Все сходится. Получается, Самарин втянул ее в эту дуэль без правил. Да, Серег, я понял. Вы знаете, что Самарин использует Артема в нелегальных дуэлях без правил? Вы это знаете? Нет. Странный отец Самарин, да? Хотя нет. Нет. Если бы такой человек, как Самарин, был отцом, он бы контролировал своего ребенка, оберегал и не подставил бы его под удар шпаги. Ну не он отец. А кто? Рощин? Ну конечно Рощин, как я сразу не догадался. Маргарита Артем в опасности. Он знает о криминальном бизнесе Самарина. Если вы хоть раз согласитесь на его помощь, все, вы будете обязаны всю жизнь. Вам это нужно? Нет. Нет, я устала. Вы знаете, где сейчас находится Самарин Артем? Да. Только меня с собой возьмите. Я уговорю Олега сдаться. Присаживайтесь. Дядя Олег, что со мной? Голова какая-то тяжелая. Маргарита накормила тебя снотворным. Правильно сделала. Ты же хотел себя порешить. Теперь будешь делать то, что я скажу. Понял? Я убил его шпагой. Я не хотел. За шпагу ты не беспокойся. Как я здесь оказался? Я привез. Артем, запомни. С этого момента, после того, что ты натворил, наша жизнь изменится. Но изменится в лучшую сторону. Это невозможно. Почему? Как? Ну, едем из страны, будем жить по другим документам. Так что, не распускай нюни, парень. Ребята, надо отрезать ему доступ к лодке. Маргарита, я вас очень прошу, пожалуйста, без самодеятельности. Он очень опасен. Где моя мама? Что вы с ней сделали? С ней все нормально. Она у ментов, отдувается за тебя. Зачем? Я сам отвечу за то, что ты сделал. Успокойся. Пока ты опять все не испортил. Ее подержат, выпустят. Она приедет сюда, и мы все выедем. Я никуда не поеду. Поедешь? Сегодня мы уплываем на лодке. Какое право ты имеешь решать за меня и мою маму? Я люблю твою маму и хочу спасти вас. Ты не любишь ты ее. Никто из вас четверых никогда ее не любил. Вы окружены. Вы хотите смотреть руками. Если вы будете стрелять, я все равно успею его зарезать. Так что вы дадите нам уйти. Отошли все от берега! Марго, ты здесь. Давай быстрее, Марго. Марго, давай быстрее! Олег, хватит! Тихо, тихо, тихо. Все кончено. Пусти Артема. Ты предала меня, Марго? Ну, и сейчас с тобой буду жить один. Мама. Не дергайся, ублюдок. А, ты подумал, что я привяжу твоего ублюдка с мужчинами. И потому он сдала меня. Пожалуйста, потяните время. Олег, помнишь, как в детстве вчетвером вы говорили, один за всех и все за одного, помнишь? Марго, ты лживая тварь! Ну, куда все это делаешь-то? Почему это ушло? Из-за тебя, Марго, из-за тебя. Я поняла. Я поняла, я не должна была никого выбирать. Марго, ты лживая тварь! Неплохо. Красавчик. Обращайтесь. Хорошо. Как вы узнали о своих родителях? Решил сделать генетический тест, чтобы узнать, есть ли у меня наследственные болезни. Ну, и? Что показал тест? Что моя официальная мама и папа, моя бабушка и дедушка. Я сразу из Краснодара в Калининград к сестре рванул. То есть, к маме. Злой был, как черт. Могу предупредить, что приедешь. Ты моя мать? Они тебе сказали? Родители? Нет. Сам узнал. Родители даже не в курсе, что я к тебе полетел. Думаю, ты на соревнованиях. Ну, вот и не говори. Как ты можешь вот так? Всю жизнь врать? Я не вру! Да. Просто молчишь. Мой отец. Он кто вообще? Почему ты его защищаешь? Он же урод! Ты что, его любишь? Роджин единственный человек, который никогда не встречался с моим отцом. Ну, то есть, с дедом. Когда родители приезжали в Калининград, он всегда куда-то уезжал. Сбегал. Я познакомился с ним, когда мне было уже лет 14. И я мог сам прилетать к маме. А какие у вас были отношения срочные? Отличные. Это же благодаря ему я пошел на фехтование. Из всех маминых друзей он был самый классный. Не знаю, почему. Я не хотел его убивать. Я хотел, чтобы он сказал мне правду. Он навязал мне бой. Что-то уставился на меня. Зачем пришел? Какой же ты урод. Тот самый момент все-таки настал. Мать сказала? Сам узнал. Почему ты от меня отказался? Только давай честно, не надо врать. Да при чем здесь ты? Твой дед убил бы меня. Убил бы и сел. А потом бы его убили на зоне. С таким характером. Две смерти не слишком высокая цена за твои нежные чувства. Да никто бы тебя не убил. Тебя заставили бы жениться. И воспитывать собственного ребенка. Ну, конечно. Ты-то знаешь. Какой же ты жалкий. Трус. Я рад, что Марго выходит за дядю Пашу. А ты не радуйся. Чего? Ты о чем вообще? Ничего. Беги к мамочке. И помалкивай. Ты что-то сделал? Не надо было тебе ко мне приходить. Ты убил его? Поклянись, что никому не скажешь. И я тебя отпущу. Я тебе не верю. И правильно делаешь. Я тебя отпущу. Ты убил его вместе. И в что-то мерзлобай. Я тебя отпущу. Ты убил его вместе. Как ты slamк reun. Вы забрали с собой шпагу. Почему не выкрасили? Я был как в тумане. Меня трясло. Я вышел на лестницу, дверь за мной захлопнулась. Я кое-как дошел до мамы. Артем! Он убил дядю Пашу. Быкова. И меня чуть не убил. Мальчик мой. Я защищался. Я только защищался. Мальчик мой. Прости меня. Я хотел умереть. Мама уговорила меня выпить чаю. А потом я отключился. Она хотела вас спасти. Когда я была беременна, Андрей мне изменил. И я просто не хотела его видеть. Возненавидела. Уехала с мамой под Краснодар, и там родила Артема. Папа помог с документами. А потом? А потом я оставила сына с родителями и уехала в Калининград. А потом я ему не скручила. А Артем опять какой-то кубок получил. Надо лайкнуть. Ты чего? Просто на минуту показалось, что у нас нормальная семья. Человеческая. Ну какой, извини, муж и отец? А я не знаю. Может, самый лучший? Я люблю тебя и хочу быть с тобой. Но не все же время под одной крышей. Мы же разбежимся через год или раньше. И не поубиваем друг друга. Странная у нас любовь. Что бы вы хотели все эти годы? Почему вы себя не слушали? Какая же я дрянь. А что тут у нас? Тихо. Что так тихо? Георгий Иванович, извини. Георгий Иванович, ведь, долго он у нас и будет спать? Нет. Завтра он уедет. Таня нашла ему паром и машину с сиделкой. Пока мы с Серегой там работаем, выйдет в какую-то войсковую операцию решили проявить, да? Чего не говори. Ой, что это? Это по поводу ваших с Барышевым успехов? Пойдем, пойдем. Сейчас все расскажу. Иди-ка сюда. Держи. Значит, смотри. Я, честно говоря, не знаю, как все это делается. Видел только в сериалах, фильмах и так далее. Ну, в общем так, я приму любой твой ответ. Но знай, если мне ответ не понравится, я заведу головное дело. Вот. А? Ну, скажи что мне, пожалуйста. Не томи. Леша, встань. Я согласна. Леша, встань. Леша, встань. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok